И я так рад приветствовать всех, кто присоединился к нам сейчас в прямом эфире. Аллилуйя! Наш Бог велик! Мы с вами посреди вот этой серии проповедей и учений о финансах. Я думаю, хорошо было бы, чтобы мы посмотрели сейчас промо-ролик, а потом мы прыгнем в тему, которую я приготовил на сегодняшний день. Я дома. Я дома. Зарплату принес? Да. Где еще? За квартиру, за садик, за музыкалку, маме на подарок. Еще Степановичу вернуть, Семеновичу отдать, Сергею Федоровичу уже полгода должен. Тогда вы планируете погашение кредита, у вас задолженность полмена. Папа, купи такой, купи такой телефон. Купи, 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 купи. А-а-а! Бог все это время смотрит на наше сердце, потому что Он хочет воспитать в нас нечто большее, чем просто мудрость в управлении финансами. Он хочет увидеть в твоем и моем сердце простое послушание. Вот почему Иисус говорил, что если вы не умолитесь и не будете как дети, дети просто бывают послушны, бывают, должны быть всегда послушны. Дети просто слушаются. И это послушание должно оставаться в нашем сердце на любом этапе нашей жизни. А также Господь смотрит на наше отношение к нуждающимся, к бедным людям, к людям, которые в действительности нуждаются в финансовой поддержке, в том, чтобы прийти помочь им. И Он смотрит на такое качество, которое Он хочет увидеть в каждом из нас. Это качество щедрости. Щедрость, которая вовсе не зависит от того, сколько денег у тебя в кошельке, но очень сильно зависит от того, какое твое сердце, насколько оно открыто. И мы сегодня поговорим о том, я немного попытаюсь суммировать то, о чем мы говорили раньше, и посмотрим на самую главную тему, на сердцевину, которая есть в Писании, все, что касается финансов. Итак, сейчас некоторые из вас подходили ко мне и говорили, пастор, эти две проповеди меня так придавили, если честно. Я чувствую себя во многих вещах, что если бы я знал это 20 лет назад или раньше как-то, моя жизнь была бы по-другому, и сейчас голова опущена. Спасибо Бог! Некоторые говорят, что сегодня пятница, хотя сейчас воскресенье, да, и следующие выходные я могу немного отключиться от этого финансового давления. А завтра, а завтра уже понедельник, и опять деньги, и опять я должен, и опять звонки, и опять коллекторы, и опять все эти счета. Я просто как белка в колесе зарабатываю и оплачиваю счета, и все, вся моя жизнь проходит вокруг этого. Меня ни на что больше не хватает. Друзья, я хочу напомнить вам несколько базовых финансовых принципов, которые необходимо положить в основание для мудрого управления деньгами. Перед тем, как я это сделаю, хочу сказать, что Божья цель, чтобы ты и я, мы не были в хвосте, мы не были как белка в колесе, мы не были задавлены и разрушены, и не работали на то, чтобы просто выплатить наши кредиты и наши проценты. Он хочет, чтобы мы могли иметь свободу от финансового давления, и планировать жизнь свою в соответствии с волей Божией. И деньги тогда служили бы нам, были бы инструментом для того, чтобы мы могли исполнять волю Божию. Итак, первый принцип, я просто напомню, это избавиться от долгов. С этого нужно начинать, это должна быть цель для нас. В Библии написано, богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавства. Другой принцип, составить бюджет и придерживаться его. Здесь нужно научиться работать с цифрами, смотреть и понимать, смотреть и считать, посчитать, выписать все свои расходы, сколько денег необходимо для того, чтобы я мог прожить или семья моя могла прожить этот месяц, каков минимум необходим мне, сколько нужно больше, не просто минимум, но сколько нужно, сколько бы я хотел бы иметь в этот месяц. В Библии написано, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит и сдержит? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? То есть Иисус учил о том, что необходимо прежде сесть и посчитать. Сесть, взять лист бумаги и посчитать. Это означает работать с бюджетом. Третий принцип, тратить меньше, чем ты получаешь. Это означает научиться говорить себе нет, и своим глазам поставить определенные шоры, когда я вижу, что у другого человека есть такой телефон, который я хотел бы иметь, но он стоит очень дорого. Научиться говорить себе нет. Притча 21.2. Вожделенные сокровища и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Другой перевод современный. Мудрый бережет, сохраняет, сберегает нужные ему вещи, а глупый сразу же их использует. То есть это означает, что если ты получил деньги, и ты тратишь сразу же, или очень быстро тратишь, и больше, чем ты получаешь, то ты вот во второй части этого стиха, это называется глупый, глупый человек, который не умеет жить по средствам. И четвертый принцип, откладывать сбережения. То есть собрать прежде всего фонд для чрезвычайных ситуаций. И после того, когда у нас будут какие-то деньги, которые мы смогли бы использовать в кризисной ситуации, чтобы не влазить в новые долги, не брать новые кредиты, когда мы скопили какую-то небольшую сумму, которая поможет нам, если что-то произойдет непредвиденное, после этого этот фонд, эта сумма потом увеличивается, мы добавляем туда. То есть речь идет о том, что нужно научиться откладывать, откладывать, не все тратить, не все, не все использовать, но работать с финансами так, чтобы инвестировать их, откладывая определенные проценты. А вот теперь внимание, то, о чем я буду говорить сегодня, это принцип, который проходит сквозь все эти четыре базовых принципа, и который идет самым высшим принципом, нулевым основанием просто для всего дальнейшего нашего размышления. И это следующий принцип. Это принцип, когда ты Бога ставишь на первое место. Бог вне конкуренции. Бог вне всех твоих жизненных, каких-то важных и строчных нужд, куда ты готов платить прямо сейчас. Ты Бога почитаешь и ставишь превыше всего. Друзья, хочу сказать, что через всю Библию вы можете видеть, как Бог говорит, поставь меня на первое место в своей жизни, и я позабочусь обо всем остальном. Уже в Нагорной проповеди Иисус сказал, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Все остальное, все остальное, все твои счета, все твои долги, все твои нужды, все остальное приложится к вам. То есть это вторично. Поставь Бога на первое место. И я как будто бы слышу, как Бог говорит, вот что я хочу на самом деле, дети мои, я не заинтересован просто, чтобы у вас было достаточно денег, но сквозь деньги я хочу увидеть сердце твое. И в то время, когда их мало и не хватает, и в то время, когда их много и избыток, я хочу видеть, как твое сердце, как оно настроено, как ты относишься к финансам. Не только научить тебя распоряжаться, но иметь послушное и жертвенное сердце. И я как будто бы слышу, как Бог говорит, сын мой, если ты поставишь меня на первое место, если ты будешь почитать меня во все сезоны, во все времена твоей жизни, посмотри, как я благословлю тебя, как я благословлю тебя дома, я благословлю тебя в служении, я благословлю тебя в здоровье твоем, я благословлю тебя в детях твоих, я благословлю тебя в транспорте твоем, я благословлю тебя в решениях твоих. Посмотришь, что будет с твоей жизнью, Если ты будешь почитать меня, и почитать меня не только словами, помните, в Библии сказано, этот народ приближается ко мне только словами своими, так Бог говорит через Исаию. Они говорят, я люблю тебя, Господь, я люблю тебя, Господь, а по факту Бог говорит, сердце их далеко от меня. А вот еще один текст Иисус говорит, ибо где сокровища ваши, там сердце ваше. То есть если я говорю, Иисус, я люблю тебя всем своим сердцем, я люблю тебя, так как первая заповедь говорит, я люблю тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. А он посмотрит, он Бог, он посмотрит и скажет, а где твои деньги? Я скажу, ну у меня денег не хватает, ты же знаешь, я не так много получаю, у меня всегда денег не хватает, денег мне дай больше, зарплату мне дай больше, а мне еще то хочется купить, и то мне надо, и то, и то, и дети у меня, и внуки у меня, и то у меня, и то у меня, денег-то у меня нет. Я люблю тебя, Иисус, я люблю тебя всем сердцем. Он скажет, этот народ приближается ко мне устами своими, сердце же далеко от меня. Где сокровище? Там и сердце. Если я люблю, то я люблю. Я отдаю Божие Богу. Кесарю Кесарева. Так Иисус сказал, Божие отдай Богу. Божие отдай Богу. Что Божие? Все мое. Божие, не все твое. Отдай Богу. Есть Божие в том, что есть твое. А есть твое. Есть Кесарева. Отдай налоги заплати. Отдай Кесарю Кесарева. А Божие прежде всего. Божие прежде всего. Отдай Богу. И если ты это сделаешь, я увидишь, как благословлю тебя. Я живой пример этому, друзья. Еще в юности я начал чтить Бога от имения своего. Я начал жертвовать Господу. Надюшка моя тоже, когда мы поженились. Это никогда не был вопрос у нас. Никогда. Сквозь самые трудные времена. Сквозь самые сложные времена мы проходили. Но мы всегда Божие отделяли Богу. Отдавали Богу. Сквозь лучшие времена. Сквозь разные времена. И Бог удивительным образом благословил нашу судьбу и нашу жизнь. И это не только материально. Материально это правда инструмент. Это обилие мира. Единство радости. Просто руки и ноги едут домой. И я захожу домой. А что я приехал домой? Или что я зашел домой? Не знаю. Ну я зашел поцеловать семью. И мне просто классно. Бог говорит, я благословлю тебя. Ты будешь благословен. Избыток благословения и мира, и любви, и счастья будет в твоей жизни, если ты будешь чтить Господа. Друзья, я предложу вам текст, который знаком для нас всех. Но я хотел бы еще раз, чтобы мы посмотрели на этот текст. Здесь написано, принесите все десятины, Малахия 3.10, в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас благословения до избытка, и не изолью ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я для вас благословения до избытка. 11 стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Две вещи, Бог говорит, если ты будешь послушен мне в десятине и в приношениях, то я прежде всего, я открою для тебя окна небесные и изолью благословения через эти окна. И второе, я запрещу дьяволу, я залатаю все дыры в твоем кошельке, и твоя виноградная лоза, и там, где ты хочешь получить прибыль, ты получишь ее, тебя не обманут, ничего не произойдет, у тебя будет доход, у тебя будет достаток. Я благословлю тебя, потому что я запрещу тому, кто пожирает, пожирающему дьяволу, и он не прикоснется к твоим финансам, и он не прикоснется к твоему дому и к твоей семье. Это Библия, это то, что сказал Господь. Я хочу, чтобы мы немного остановились, и хочу обратить ваше внимание, что сквозь все Писание есть один принцип, который вы можете видеть, начиная с первых страниц Библии и заканчивая последними. Если ты увидишь это, и если ты применишь это к своей жизни, Бог благословит тебя действительно, и ты нашел ключ к тому, чтобы жить правильной жизнью, жизнью благословения. И я хочу показать это. Это принцип перворожденного, первородного. Это принцип первого плода. Книга Исход, 13 глава. Вы можете прочесть там, там прямо с первого стиха. Я просто хотя бы выборочно пару стихов дам вам. Всякий первенец, мальчик, это современный перевод первого стиха, или точнее второго стиха. Всякий первенец, мальчик, рожденный израильтянкой, будет принадлежать мне. Всякий первенец, от человека до скота, будет моим. Всякий первенец будет принадлежать мне. Смотрите, а значит, в другом месте прямо такие слова есть, или в синодальном переводе. Мои они. Я вот прочту этот же стих. Освяти мне каждого первенца, то есть отдели, развязающего всякие ложесна перед сынами израилевыми, от человека до скота. Двоеточие. Мои они. Мои они. Евреи эти два слова понимают лучше, чем мы с вами. Когда еврей говорит, это мое, то он говорит, это мое. Он понимает это. Это мое. Самые сильные два слова использовал Бог. Подождите, о чем я говорю? Я говорю о том, что если бы у меня и Наденький родился первый мальчик, то есть то, что бы мы сделали по этому закону. Если бы мы жили 4000 лет назад, мы должны были бы его отдать Господу на служение Богу. Мы должны были бы не претендовать на него. Мы должны были бы сказать, когда ты вырастешь, тебе будет 18 лет, ты пойдешь в храм, и ты будешь служить Богу. А Бог благословит и даст нам второго мальчика, и третьего, и пятого, и девочек даст нам, и благословит нас дальше. Ягненок родился, ягненок родился, детки бегут сразу же, ой, смотри, какой хороший пупсик, там играет, там то-то-то, ягненок родился. А папа берет и говорит, это Господне, и приносит его в жертву. И ребенок не может понять, а зачем папа, он такой хороший. А Господь сказал, это его, это его. Друзья, мои они, эту фразу, ибо они Господни. Бог раскидал по всей Библии. Ты по всей Библии можешь видеть, как Бог претендует и говорит, это мое, это мое, это мое. Ты говоришь, что за мое, все мое, жизнь моя, свобода моя, что хочу, то делаю, время мое, и я принимаю все решения. Да, 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 ты так думаешь, Бог дал тебе право так думать, Бог дал тебе свободу, но в этой свободе есть его. О, вернемся к Малахии. В Малахии написано так, принесите все десятины. Слово принесите отличается от слова пожертвуйте. Один молодой человек говорит другому, слушай, ну все, я с этого месяца буду отдавать Господу десятины, буду жертвовать. А второй отвечает ему, воровать перестанешь у Бога, потому что на самом деле, когда ты присваиваешь Божие себе, Евгений, иди сюда, вот я покажу, как это выглядит, да. Когда ты присваиваешь Божие себе, то на самом деле это воровство у Бога, но оно сразу как бы и никакого наказания нет, ничего, просто у тебя небеса не открываются. Представьте себе, я уехал в командировку, а моя прекрасная половинка дома, и я сказал, я отправлю тебе там денежку. И я посмотрел, что я могу, ну что ей нужно тысячи рублей в месяц. Ну немного, на семечки, я знаю на что. Или на рыбку, то есть на семечки, я живу с ней 33 года, и я знаю. И я обращаюсь к пастору Евгению, к моему другу, и говорю, слушай, я тебе перекину здесь десять тысяч рублей. Десять тысяч рублей, я тебе перекину, возьмешь, но на самом деле тысячу отдай, Наденьке, вообще это деньги, это ее деньги. А девять тебе? Девять тебе. А дашь тысячу Надежде? Не зажмешь? Тысячу, да. А дашь? Тысячу ей? А девять тебе? А девять мне? Это на один месяц, да? А ты хотел, чтобы я дольше был в командировке, да? Два-три? Все понятно. Когда два-три месяца, то есть можно повторить, да? Хорошо, второй месяц ты тоже так же сделаешь? Ну, конечно. А третий так же сделаешь? Третий сделаю. А представьте себе, а что было бы, если я потом приезжаю с командировки через три месяца, и говорю, Надюшка, ну как тебе? Семечки вкусненькие были. Она говорит, слушай, ну первый месяц было тысяча рублей, и от тебя пришла. Ты такой умничка. А второй месяц 800 пришло, а третий 500 пришло. Я говорю, слушай, а как это ты так сделал? Скажи мне. Это мое вообще, это мое, понимаешь? Это мое. Все, я тебе дал девять частей. Пастор, трудно было. Ну, трудно было, понимаешь? Ну, не сходилось у меня. Прости за все. Прости за все, но окна закрыты небесные, и благословение не исходит. Я не законник в этом, друзья, я не законник. Я не такой, что, если ты абсолютно, ты все, 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 все. Но я читаю Библию, и в Библии написано, спасибо. Давайте дадим благодарность, построим гению. Спасибо, что хоть тысячу передал, и то уже хорошо. Легче домой, когда приезжаю, семечки поесть, моя жена, и все классно. Смотрите, мысль какова. Если мы покушаемся на Божие, покушаемся, у нас всегда вот аргументы. Ну, совсем не сходилось, как пастор говорит Евгений. Ну, не сходилось совсем. Ну, трудно было. Ну, ты же поймешь, ну, что тебе там тысяча рублей. Мне вот сейчас как раз вот прямо нужна, и все. Если мы таким образом ведем себя, друзья, Бог не будет доверять нам. Бог будет воспитывать в нас прежде всего послушание. Когда речь идет о десятине, тогда речь идет о послушании Богу. Он говорит, отдай, не отдай, а принеси. То есть это не твое, это Божие. Я немного хочу отойти в сторону и сказать, есть два образа мышления. Одно из них, это я человек-собственник. Есть другое слово, я владелец. Владелец, по-моему, такое слово. Тут недавно я был в клубе владельцев бизнеса. Меня пригласили. И само слово владельцы, владельцы. И там культивировалось это понятие, вы владельцы. Я говорю, я не бизнесмен, абсолютно. Ну, вы владелец? Я говорю, я не владелец, мой господин владелец. Я управитель. Они не понимают даже этого. Они говорят, ну, церковь, это же бизнес. Я говорю, какой бизнес? Ни Белкин дом, ни бизнес. Никакого бизнеса здесь вообще нет. Здесь есть просто Слово Божие. Здесь есть просто община. И все. Я не владелец. И я потом ехал обратно, и я думал, как это клубоко сидит в нас? Я хочу быть владельцем. Это мое. Я хочу быть владельцем. А сколько ты дашь мне? Это моя квартира. Это мой дом. Мы с Наникой 13 лет живем в своей собственной квартире. Хотя мы жили в Риге первый год, когда мы поженились. Но потом мы отдали, благословили ее. То есть и спустя годы мы только 13 лет живем в своей квартире. Моей жене было 50 лет, когда она вошла в свою квартиру. И я каждый раз, возвращая свою квартиру, у меня нет никаких чувств того. Это мое. Это мое. Это мое. Наша квартира служит Господу с утра до ночи. Там часто новые люди, которых я могу встретить. Прохожу, говорю, мир вам. То есть очень рад, как вас зовут. И такие моменты бывают. То есть, но у меня это чувство. Я здесь управитель. Мне надо следить за тем, чтобы все было в порядке. Я здесь. Бог смотрит на мое сердце. Я управляю. И там есть библиотекст. Имеющий, как не имеющий. И вот это состояние, когда ты не относишься ни к деньгам, ни к жизни даже своей. Потому что Иаков говорит, жизнь твоя и моя – это пар, являющийся на малое время. Ты относишься к этому, как к дару от Бога. Это подарок от Бога. Бог дал мне жизнь, дал мне разум, дал мне руки, дал мне ноги. Сколько людей в больнице. Сколько людей, у них нету рассудка. Сколько людей погибает каждый день. Сколько различных случаев. А Бог дал мне. Я живу на этой земле. Я должен правильно управить всем, что есть у меня. И временем, и ресурсами, и деньгами. Так вот проблема многих людей, что мы хотим быть владельцами всего. Это мое. А Бог говорит, я даю тебе способность зарабатывать деньги. Но в этих доходах 10% мои. Просто принеси их. Просто верни их. Несколько мыслей, которые я хочу сказать вам в связи с десятиной. Первая из них. Мы приносим десятину в дом Божий. Прямо так написано в Библии. Чтобы в доме моем, десяти на ней, это не пожертвования на милостыню. Это не дополнительные пожертвования сироте, вдове, нуждающемуся человеку, на какие-то программы. Это то, что приходит в дом Божий. Вторая мысль, которая очень важна. Что значит первый плод? Вы знаете, первый плод, это означает первый плод. Я получил, допустим, 10 тысяч рублей. Так вот, самое первое, что я делаю. Я делаю, я отделяю одну тысячу из десяти Богу. Не так, что я сначала плачу за свои коммунальные расходы. Потом я плачу кредиты, мне же надо закрыть. Да, я тут заплатил кредиты. Потом мне надо на топливо оставить. Подождите, я на питание не оставил. Мне нет денег больше, Господи. Со следующего месяца я тогда лучше как-то справлюсь. Я тогда тебе дам. Я тебе дам. Где-то я с чего-то возьму. Ну, стоп, не можете служить Богу и мамоне, богатству или Богу. Бог ставит это как будто бы на одном уровне. Это означает, что если я служу Богу, то вне зависимости от того, сколько у меня денег, я отдаю прежде всего Господу. Прежде всего Господу. И тогда оставшихся девять частей из моего дохода, они будут благословенны. Тогда окна небесные открываются. И Бог говорит, о, я запрещу. У тебя не будет дырявого кошелька. Колесо не пробьется. Машина не сломается. Не запланировано. И стиральная машина будет работать столько, сколько нужно, пока у тебя не будет денег купить новую стиральную машину. И все ты сделаешь. Сейчас этими деньгами тебя благословлю. И ты к концу будешь удивляться, как ты прожил. И у тебя еще есть деньги. И так это очень важно. Прежде всего Господу. Друзья, хочу сказать, что этот принцип виден в самом начале, в Едемском саду. После того, когда Адам и Ева вышли с Едемского сада. И они родили двух мальчишек. Одного имя было Каин, другого было Авель. Если вы будете внимательно читать, то и один, и другой принесли жертву Богу. Жертва одного была принята, а другого Бог отверг. И тут написано в четвертом стихе. И Авель также принес от первородных стада своего. Это слово ключевое. Ключевое. Каин просто принес. А Авель первое принес. Вы знаете, что есть три вещи, которые мы не можем изменить по отношению к Богу. Просто не можем. Что бы мы ни делали. Это то, что мы не можем Бога заставить передумать. Он неизменный. Он сегодня, вчера, и воеки тот же самый. Он сказал, я люблю тебя. Я отдал своего сына за тебя. И я не передумаю в этом никогда. Второй момент. Бог не думает так, как думаем мы. Потому что Он всезнающий. Он знает все, что будет через пять минут, и через десять лет, и через сто лет. И Он знает то, что было. И Он знает все от начала. В нем сосредоточена вся информация. Он Бог. Нет никого, кто стоит над Ним. И третья вещь очень важна. Бог не может быть вторым. Даже если ты скажешь, я сначала заплачу все свои счета. Я сначала все покрою. Я сначала сделаю то. А потом, Господь, я приду к тебе. От этого не меняется Бог. Бог все равно будет стучать в твое сердце. Но ты лишаешь себя благословения. Ты, проживая жизнь, как белка в колесе, дальше крутишься. Думая, что вот это закроешь, эту дыру закроешь, тебе будет легче. А Бог говорит, остановись. Прежде всего, почти меня. Прежде всего, отдай мне мое. Перестань воровать у меня. Это то, что касается десятины. Но я незаконник в этом плане, в плане того, что ты обязана дать. Но в Новом Завете тоже есть десятина. И в Новом Завете есть текст, который мне очень сильно нравится. Это текст, который апостол Павел говорит, доброхотно дающего любит Бог. То есть, и здесь Бог предлагает. Здесь Он не давит и не устанавливает закон. А Он говорит, это мой принцип. Я прежде всего. Но если ты меня поставил на третье место, на пятое место, на последнее место, я все равно остаюсь Богом. Но ты лишил себя того благословения. А если ты отдал десятину Богу, ты почтил Бога, первородной, первое, так же, как первая зарплата. Мы отдаем Богу первую зарплату. Так же, как в жизни то, что мы приобретаем. Если ты понимаешь этот принцип, то ты приносишь это, чтобы это служило Господу. Итак, первое отдаешь Господу. А потом Бог говорит, я благословлю все оставшиеся. И в этом случае Божий закон, Божьи принципы, они работают. И Бог отверг только потому, что Авель принес из первородного. Так не сделал Каин. Второй момент, который очень важен для нас, это жертва, это пожертвование. И вот здесь, когда мы отдаем 10%, люди по-разному жертвуют. Кто-то 3, кто-то 5%, кто-то 10%. Кто-то все оставшиеся деньги выгребает из кошелька, когда корзинка идет мимо него. Кто-то вообще считает, что я не могу ничего жертвовать, потому что мне нужно там делать то, 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 то. Бог же Богу отдам, а с пожертвованиями труднее. В нашем собрании есть люди, которые живут на 20%, а 80% жертвуют. И я очень-очень благодарен Богу за таких людей. В прошлом воскресенье я говорил о семье, которая вместо 20 лет выплатила ипотеку за 3 года. Так вот, вы знаете, какой ключ, почему они это сделали? Они сказали, Божий Богу не обсуждается никогда. Десятина всегда принадлежит Богу. Помимо десятины мы отдаем еще 10% милостыни. И помимо этого мы еще будем поддерживать определенные служения. И мы не уменьшим нашу жертву. Помимо десятины мы увеличим нашу жертву. И будем трудиться и просить Божьи благословения. С 20 лет они в течение 3 лет выплатили ипотеку. Я знаю бизнесменов, которые в нашей церкви, в наших рядах, которые любят Господа, любят церковь. Они жертвуют по силам и сверхсилам. Они поставили лимит в том, как тратить деньги. И взяли себе ту часть, которая необходима для их семьи. Без какой-либо роскоши или излишества. И все остальное они вкладывают в дело Божие. Бог видит это и почтит это. Возможно, на следующем собрании я буду говорить о будущем. Я буду говорить о семенах, которые прорастают в поколениях. О благословении, которое течет из поколения в поколение. И о том, что говорит Библия об этом. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы открыли еще один текст. И после этого расскажу один пример. И мы закончим на этом. Луки 6, 38. Давайте и дастся вам. Мерою полную, нагнетенную, утрясенную. Отсыплют вам в лоно ваши семечки, да. Да, 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 семечки. Если бабушки продают на углах улиц, сейчас весна. Может быть, не продают? Продают. Вот это стоит, не знаю сколько, 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей стоит. И когда вы платите 10, 20, 30 рублей, бабушка вам вот так должна дать. Вот она так и делает ручонкой. Раз, и все. А потом смотрит на вас и говорит, сынок, я тебя благословлю. Сынок, возьми, возьми, дай мне свою эту. Я туда высыпу. Да, 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 да я еще высыпу, сынок. Да, я еще. Подожди, дай тебе еще. Я еще тебе дам, сыночек. Я еще. Вот есть слово, которое мне очень нравится. Многослойное благословение. Многократное. Не знаю, как подобрать русское слово. Филологи, помогите мне. Многослойное, многократное, постоянно увеличивающееся благословение. Это вот здесь Иисус говорит. Он говорит, давай, будь щедрым, не зажимай, не будь жадным. А я дам тебе, а я дам тебе, я дам тебе больше. Ты даже представить не можешь, как я тебе дам. Посмотришь, как я тебя благословлю. Посмотришь, как у тебя дома будет. Посмотришь, как в сердце у тебя будет мир. Посмотришь, как я тебе буду отсыпать в лоно твое. Давай, давай, лоно твое. Я буду отсыпать тебе еще, 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 буду отсыпать тебе еще, и еще, и еще. А вот история. История такова. В одном городе жила умная женщина. Женщина. У нее был муж. Они были очень богатыми, или точнее, состоятельными людьми. Однажды она сказала своему мужу, послушай, в нашем городе часто бывает Божий человек, пророк. Давай сделаем ему комнату. И приведем туда свет, там сказано светильник, вай-фай, там, ну, все, что нужно. Кровать, кресло, всю необходимую мебель, утварь, все там, все, все сделаем. Чтобы он мог просто прийти, протянуть ноги и отдохнуть. От жары, от всего. И просто, чтобы он мог иметь эту комнату в своем распоряжении. Они сделали лучшее, что могли бы сделать. И послали вестника к пророку и сказали, когда будешь здесь, у тебя есть здесь место, где ты можешь остановиться. Этот город назывался Санам. Ничего не надо платить. Абсолютно. Мы все сделали. Мы обо всем позаботимся. Там и холодильники будут набиты продуктами. Все там будет. Просто приходи, пожалуйста. Не спи, где придется. Уставший, просто отдыхай. Скажешь, зачем это надо? Самому бы мне такую комнату найти? Послушайте, это нужно Богу. Это нужно служителю Божьему, чтобы он мог чувствовать себя в безопасности и быть свежим, отдохнувшим. И это, вот ведь третий момент очень важный. Откроет окна небесные и залет благословение на тебя до избытка. Итак, однажды Елисей приходит в эту комнату, в этот город и спит. Выспался. Потом проснулся, отдохнувший, и говорит слуге своему, Геезию. Слушай, позови эту женщину. Она так заботится о нас. Ну, может быть, ей что-то нужно сделать. Может быть, есть что-то, в чем она нуждается. Он задает ей вопрос, она говорит, нет, я ни в чем не нуждаюсь. У нас тут поля большие, мы занимаемся бизнесом, у нас достаток во всем есть. Но мы хотим тебя почтить, мы хотим в твоем лице Бога почтить. Ничего не надо. А Геезий смотрит, говорит, смотрите, а у них деток-то нету. Она говорит, ну да, мой муж старый, старичок такой. И, значит, рядышком стоит женщина помоложе. Видимо, она такая предпринимательская. И Елисей говорит, через год, в это время, мальчишку будешь держать у себя на руках, твоего сына. Знаете, что она говорит? Не обманывай меня, человек Божий. Человек Божий не обманывает. Но иногда это выглядит так. Не обманывай. Посмотрела на своего дряхлого старикашку и говорит, не обманывай меня, человек Божий. Через год у них родился ребенок, мальчик. Мальчику 6 лет. Все классно, все хорошо. Он пошел в поле. Короче, мальчик заболел и умер. Она приходит к мужу и говорит, дай мне одного из слуг. Я быстро поеду к человеку Божьему. Он говорит, хорошо. Она берет его, тело мальчишки, кладет его в эту кровать, где спал Елисей. И едет к нему. Находит его. В то время Елисей был в чести. Не всегда пророки в чести. Их побивали камнями, ненавидели. Илью его отца там гнали. А Елисей, он был вхож к царю. И в то время попасть к Елисею не так-то просто. И на пути становится Геезий. Она его искусно, мудрая женщина обходит. И приходит прямо к Елисею. Падает к ногам его. Он говорит, не трогайте, не трогайте ее. У нее сердце скорбящее. Что случилось? Она выливает свою душу. И он говорит Геезию, на тебе мой посох. Беги быстро, положи на лицо его, тело. И он встанет, воскреснет. Геезий побежал. А она не встает и не идет. И он говорит, ну иди, иди домой. Он упадет. Она говорит, я не пойду без тебя никуда. Елисей останавливается во всех своих делах. Уже два момента благословения. Первое, ребенка. Она просто с мужем пожертвовали место для отдыха. Для Господа. Почтили. Бог дал ей ребенка. Ребенок умер. Теперь она смогла получить пророка Божьего, который пришел прямо к ней в дом. Когда Елисей приходит к ней в дом, Геезия выбегает, говорит, ничего не произошло. Здесь такой момент очень особенный. Елисей приходит и ложится на холодное тело. Просто на тело. Руки к рукам. Губы к губам. Согревает это тело. И в результате мальчик начинает шевелиться. Чихнул семь раз. И воскрес. Он отдает ей. Она падает там. Слава Богу. Все. Второе благословение. Воскресший мальчик. Умер. Теперь снова жив. Воспитывая своего сына, приходит человек Божий и говорит, послушай, следующие семь лет будет голод в стране. Он рассказывает ей тайну с биржи. Говорит, будет голод в стране. Знаешь, что сделать? Уезжайте отсюда. Продавайте. Уезжайте отсюда. Ха! Подождите, все. На пике, на топе. Никто даже не подозревает. Человек Божий говорит, слушай, я тебе говорю, я от Бога это знаю. Они оставляют все. Или продают, или оставляют. Так четко Библия не показывает. Они уезжают в другую страну. Живут семь лет. Люди пухнут от голода. В Израиле. Умирают без хлеба. А в это время они живут там. У них есть достаток. Заканчивается семь лет. Это третье благословение. Многослойные благословения. Когда ты жертвуешь. Когда ты щедрый. Когда ты Бога почитаешь. И потом, после этого, они возвращаются обратно через семь лет. Возвращаются. Снова экономика пошла вверх. Снова все хорошо. И она приходит к царю, чтобы попросить у царя разрешения, что делать. И дом, и земля. Как-то надо снова начинать бизнес. И она приходит, садится в приемную. И ждет. Потому что там у царя есть какой-то человек. Она даже не догадывается. Один человек говорит. Совпадение? Не думаю. А вот о чем идет речь. Смотрите. А за дверью гиезий. С царем. Они такие близкие. И царь говорит. Слушай, расскажи мне про Елисея. Что сделал Елисей? Расскажи мне про его чудеса все. Он говорит. Ты можешь представить себе? В одном городе женщина. Она пожертвовала нам. Просто жилье. И мы там останавливались. И все. А у них не было детей. Сверхъестественно. Господь дал им ребенка. Но он умер. В шесть лет он заболел и умер. И что? Бог через Елисея исцелил. Воскресил его. Представляешь? Воскресил этого ребенка. Он живой. Он здоровый. Слушай, говорит. Ничего себе. А что она сделала? Она просто очень жертвенная женщина была. Она была щедрой женщиной. Она не о себе только думала. Она думала о ком-то еще, о Боге. А, ну понятно. О. Проще. ГОВОРИТ О Hernandez БАЛА БАЛА В. Продолжение следует...